МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем живет самый северный район области, один из аграрных уголков страны, регион с богатой историей и насыщенным настоящим. Здесь и сейчас в субботнем эфире телеканала Беларусь-4 Брест еженедельная информационная программа «Семь дней Барановичский район». Меня зовут Катерина Стриха, и вот о чем расскажем сегодня. Барановичский район отмечает 82-й день рождения. Проект новой конституции обсудили в коллективе «Птицы фабрики Дружба». В специальной премии президента отмечен образцовый театр эстрады «Капелька». А теперь обо всем подробнее. Сегодня Барановичский район отмечает свой 82-й день рождения. В честь праздников торжественной обстановки чествовали тружеников передовых предприятий. Награждение и концерт организовали в Мирском доме культуры. Слова поздравления всем жителям района адресовал председатель Барановичского районного исполнительного комитета Сергей Карпенко. В день рождения Барановичского района Мирский дом культуры буквально утопал в гастрономическом изобилии. Новинки и хиты продаж предлагали попробовать местные предприятия. Баранович хлебопродукт, птицефабрика «Дружба», филиал «Савушкин продукт». Дегустация всегда получала высокую оценку не только сельских потребителей. Мясная, сырная продукция и молочка разлетаются на ура внутри страны и за рубежом. В целом Барановичский район можно назвать сердцем сельскохозяйственной отрасли Брестской области. Наиболее значимые инвестиционные проекты реализованы Столовичи, агрокомбинат «Мир», Белдан. Отдельно хочу отметить реализацию инвестпроекта птицефабрики «Дружба», «Белые луга», которая значима не только для нашего региона, а в целом для Брестской области и Республики Беларусь. Отдельного внимания заслуживает реализация проекта «Белколбовище» по строительству туристического комплекса. Молодой и яркий Барановичский район уже успел стать привлекательным для бизнеса и инвестиций, а его гостеприимство и живописные виды – местом для комфортной жизни. Барановичский район – это моя родина. Я здесь родился и никуда не выезжая прожил уже семь десятков лет. Я считаю себя патриотом района, потому что все, что я делал, я делал для блага района. И, как в народе говорят, где родился, там и пригодился. В честь праздника в торжественной обстановке чествовали лучших тружеников. Им вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Среди награжденных за плодотворную работу – медики, учителя, библиотекари, спасатели, производственники, представители общественных организаций. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить Барановичский район с юбилеем. Пусть этот юбилей не круглый, но этот юбилей заслуженный и достаточно весомый. Я проживаю в Барановичском районе не так много, но сегодня он стал для меня тоже родиной. Я родилась в городе Баранович, но всю трудовую деятельность я связала с Барановичским районом, в котором трудятся замечательные, прекрасные, отзывчивые люди. Неравнодушные к своей работе и малой родине. Именно так можно сказать о триумфаторах праздника. Поздравление передовикам и всем жителям района адресовал председатель Барановического райисполкома Сергей Карпенко. Всем жителям Барановического района в этот праздничный день желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, реализации всех благих намерений, направленных на развитие нашего района, району процветания и счастливого будущего. Искренние слова от самого сердца и любимые песни – это то, что создает настроение любого праздника. Так для приглашенных организовали концерт. Пели местные звезды о главном – любви, счастье, дружбе и родине. Татьяна Манчак, Людмила Салзина, Николай Рудский, 7 дней, Барановичский район. О новом проекте Конституции доступно. Трудовому коллективу «Птицы фабрики дружба» разъяснили поправки в основной закон страны. К диалогу присоединился председатель Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Хватик. В цехе углубленной переработки мяса «Птицы» работы не в проворот. Здесь трудятся в две смены 160 человек. В сутки производят около 30 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов. Сельчане радиют за родное предприятие и будущее своей страны, поэтому поправки в Конституцию в коллективе активно обсуждают. Я, безусловно, поддерживаю дополнение в Конституцию. Одним из пунктов является это сохранение традиционных семейных ценностей, где враг – это союз между мужчиной и женщиной, поддержка семей с детьми, детей, которые остались без попечения родителей, пожилых людей, инвалидов, для которых создаются также равные условия для их нормальной жизнедеятельности. Я поддерживаю изменения в Конституции. Это и социально-экономическое развитие, и безопасность наших граждан, это и семейные отношения, и, конечно, немаловажный вопрос – это историческая память о наших дедах. Можно сказать, без отрыва от производства в цехе развернулась диалоговая площадка по обсуждению изменений в Конституцию. С теми, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны, встретился председатель Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Хватик. Профсоюзный лидер убежден в основе поправок – реальные потребности общества. Разве плохо, что сегодня прописывают в Конституции, в проекте новой Конституции, укрепление детей-сирот. Ну, у нас и было, но укрепляют более многодетные семьи. Разве плохо, что в Конституции будет сказано, что каждый молодой человек не только кричал, что ему обязан и ничего не сделаешь, а и внести свой вклад и тогда потребовать. Разве это плохо? Говорили на тематическом собрании об обязанностях и ответственности граждан. Так долгом всех белорусов станет проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом. Также проект новой Конституции исключает военную агрессию страны против других государств. Это, в свою очередь, подчеркивает тот факт, что белорусы – миролюбивая нация. Мы не написали, что мы на кого-то пойдем с агрессией. Мы написали, что будем защищать суверенитет нашей страны, дополняется в Конституцию. А что такое ВНС? Это то собрание, которое будет коллегиально. Там будут все народовластия, где будут представители всех слоев нашего населения участвовать. Будут избираться судьи. Когда-то в Советском Союзе тоже в Конституции было прописано, что были судьи. Я только хорошее, позитивное вижу в тех изменениях, которые будут уже, может быть, не для меня, а для будущего, для моих детей. Обсуждение проекта Конституции продлится около месяца. Референдум запланирован на вторую половину февраля. Татьяна Манчак, Николай Рудский, 7 дней, Барановичский район. В специальной премии президента деятелям культуры и искусства отмечен Образцовый театр эстрады «Капелька». Награду творческие земляки получили во Дворце Республики из рук главы государства. Коллектив 28 лет на сцене. Сегодня он гордо носит звание Образцовый. О секретах творчества узнавали наши корреспонденты. Красиво петь не запретишь, а если не умеешь – научим. По таким девизам творит театр эстрады «Капелька». В Мирском доме культуры творчество бьет ключом. На протяжении 28 лет его подпитывает бессменный руководитель коллектива Лариса Довят. На счету основательницы творческого объединения немало побед. Но самую важную награду она получила буквально на днях. На сцене Дворца Республики специальную премию президента. Деятелям культуры и искусства вручил глава государства лично. За вклад в сердца и умы. Раньше это была маленькая капелька, 7 человек всего лишь. И вот мы теперь выросли в такой огромный коллектив. И самое главное, что все объединены одним – любовью к творчеству, любовью творить, вытворять, петь, танцевать, выступать на сцене и просто дружить. И я надеюсь, что мы, естественно, мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы будем просто работать. Мы будем точно так же любить свое дело. Мы будем точно так же заниматься тем, чем и занимались. Просто сейчас это, наверное, нужно с честью нести то, чем нас отметили. Гордость наставника – ученики. Сейчас в театре эстрады 85 ребят. В самую младшую группу набирают с 4 лет. Лариса Довит воспитала не одно поколение артистов. Многие после окончания института возвращаются в родной коллектив. Я выросла в театре эстрады «Капелька» и также причастна к этому успеху. Я неоднократно становилась победительницей республиканских и международных конкурсов и фестивалей. Дважды была награждена премией президента Республики Беларусь. Во время вручения было безумно волнительно, но в то же время переполняло огромное чувство гордости за родной коллектив. Награда получена, но мы не собираемся останавливаться. Только вперед к новым свершениям и новым победам. Солисты коллектива неоднократно пели в сопровождении Национального академического концертного оркестра под руководством Михаила Финберга, президентского оркестра и образцово-показательного оркестра вооруженных сил. А сама Лариса Довит в 2019-м стала Женщиной года Беларуси. И в том же году ее наградили нагрудным знаком за вклад в развитие культуры Беларуси. Хочу высказать большую благодарность нашему педагогу, любимому, Довит Ларисе Юрьевне, за ее трудолюбие, за ее поддержку, за колоссальную просто помощь, которую проделает она и дает свои силы, передает каждую репетицию нам. Она научила нас самому главному – это любить музыку, уважать и видеть красоту во всем. Мы ее обожаем просто всем сердцем. Занятия в «Капельке» проходят 2-3 раза в неделю. На репетициях ребята не только поют, много шутят и смеются. А это уже алтотренинг хорошего настроения, без которого выходить на сцену никак нельзя. И на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю в 18.00 в программе «Семь дней» Барановичский район. До встречи.